Я читаю из Второй книги царств, главу шестнадцатую. Когда Давид немного сошел с вершины горы, вот встречается ему Сива, слуга Мемфиосфея, с парой навьюченных ослов, и на них двести хлебов, сто связок изюму, сто связок смоков и мех с вином. И сказал царь Сиве, «Для чего это у тебя?» И отвечал Сива, «Ослы для дома царского, для езды, а хлеб и плоды для пищи отраком, а вино для питья, слабевшим в пустыне». И сказал царь, «Где сын господина твоего?» И отвечал Сива царю, «Вот он остался в Иерусалиме и говорит, «Теперь-то дом Израилев возвратит мне царство отца моего». И сказал Сиве, «Давид, вот тебе все, что у Мемфиосфея». И отвечал Сива, поклонившись, «Да обрету милость в глазах господина моего царя». Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Семей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камни на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Семей злословие его, «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авесолома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авеса, сын Соруин, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Соруины, пусть он злословит? Ибо Господь повелел ему злословить Давида. Как же можешь сказать, кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из чресл моих, ищет души моей, тем больше сын Веня Митянина, оставьте его, пусть злословит. Ибо Господь повелел ему, «Может быть, Господь призрит на уничижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид, и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. А Весолом же и весь народ израильский пришли в Иерусалим, и Ахитофил с ним. Когда Хусий-Ахитянин, друг Давидов, пришел к Весолому, то сказал Хусий-Авесолому, «Да живет царь, да живет царь!» И сказал Авесолом Хусию, «Таково-то твое усердие к твоему другу, отчего ты не пошел с другом твоим!» И сказал Хусий-Авесолому, «Нет, кого избрал Господь, и этот народ, и весь Израиль, с тем и я, и с ним останусь! И при том, кому я буду служить, не сыну ли его? Как служил я отцу твоему, так буду служить и тебе!» И сказал Авесолом Ахитофилу, «Дайте совет, что нам делать!» И сказал Ахитофил Ахитофил Ахитофилу, «Войди к наложницам отца твоего, которых он оставил охранять дом свой, и услышат все израильтяне, что ты сделался ненавистным для отца твоего, и укрепятся руки всех, которые с тобою!» И поставили для Авесолома палатку на кровли, и вошел Авесолом к наложницам отца своего перед глазами всего Израиля. Советы же Ахитофила, которые он давал, в то время считались, как если бы кто спрашивал, наставления у Бога. Таков был всякий совет Ахитофила, как для Давида, так и для Авесолома.